Братья и сестры, мир вам! Я хотел бы одну мысль продолжить, о чем сестра рассказывала про пустыню. Считаю, что мы с вами очень счастливые люди. Знаете почему? Вот сколько раз из года в год, из дня в день, из месяца в месяц мы по воскресеньям идем в церковь. Думаю, а что же другие люди делают в мире? Чем они занимаются? Ну, они спят, они отдыхают, они устали, они пахали всю неделю. И вот пришло воскресенье, ну, может быть, кто-то на рыбалку, кто-то на охоту, а кто-то благополучно спит. А мы с вами как на работу в церковь. Ну, я условно. И думаю, какие же мы счастливые люди. Мы приходим, и в наши жизни вот эта влага, вот эта вода живая, чтобы мы не засохли. Друзья, скажите, кто знает, какое самое сухое место на земле? Кто знает? Сахар нет, не сахар. Кто? Ну, вот брат, видимо, очень хорошо знает. Антарктида. Удивительно. В этой местности по несколько лет не бывает абсолютно никакой влаги. Никакой. И там нету никаких признаков жизни. Вообще. Ни раститель, ни животные, ни млекопитающих, ничего нету. Друзья, и вот Бог милость дает, что мы с вами приходим к Богу, и Бог нас питает. А вот без Бога, без Слова Божьего. Вот сестра показывала, Пальма, ну как-то еще в Сахаре можно выжить. Ну как? Ну там надо, чем глубже, тем лучше, чтобы выжить. Друзья, а вот без Бога никакого признака жизни у нас не будет. Я хочу прочитать по теме сегодняшнего дня два места. Первое, уже его читали, Захарий, 9 глава. «Ликуй от радости дочь Сиона, торжествуй дочь Иерусалима. Этот царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». И второе, параллельное место. Евангелие от Луки, 19 глава, 35 стих и ниже. «И привели его к Иисусу, то есть осленка, накинувши одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постелали одежды свои по дороге, а когда он приблизился к спуску с горы Илеонской, все множество учеников начало в радости, многогласно славить Бога за все чудеса, какие видели они. Говоря, благословен царь грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». Друзья, многие проповедники в свои изложения мысли используют какое-то ударение. Но вот на что-то обратить внимание. Потому что, если не будет какой-то сконцентрированной мысли, мы отсюда уйдем только с одним сознанием, что сегодня был праздник. Какой? Но въезд Христа в Иерусалим. Я хочу сделать небольшое ударение, с вами поразмышлять немножечко. И мы с вами помолимся. И вот в двух местах было написано «Ликой от радости дочь Сиона» «Вот царь твой». Да на осле, да в простой одежде, без какой-то свиты, охраны, ученики, люди. Я тоже не знаю, сколько людей там было, какое количество пришло. Друзья, и знаете, ну, разные мысли, и братья делали ударение, одежды стелили, пальмы стелили. Но я думаю, наверное, не самое важное в этом событии, что кто-то постелил свою последнюю одежду. Не самое главное. Друзья, что Христу нужно было? Чего Христос ждал? На что он рассчитывал? Я как-то прочитал одно из стихотворений на эту тему сегодняшнего праздника. И вот один автор пишет, «А мне положить Христу нечего. Я только готов положить свое сердце». Вот под ноги, казалось бы, они Христу, осел идет. Вот свое сердце. Друзья, и знаете, я бы хотел вот обратить внимание с разных сторон подойти к этому событию. Толпа людей. Да, кто-то спереди, кто-то сзади. Люди теснят Христа. А это должно было исполниться. Вот без этого нельзя было. Должно было. Должна быть это встреча. Должно быть это торжественное шествие. Друзья, я задал себе вопрос. Давайте перенесемся вот мысленно, образно, две тысячи лет назад. Вот перенесемся и попробуем себя найти в этом обществе. Что я делал там? Что бы я делал? В какой роли я бы находился? Чего бы я желал? За кем бы я шел? Докуда? Как? Что? Зачем? Знаете, мы приходим в церковь и, в общем-то, вот, наверное, ну, самое большое желание каждого отца, матери, чтобы дети были в церкви. Вот наши бы дети были там. Вот представляете, мы или дети наши встречают Христа. А потом они выросли, они состарились, у них дети, внуки, они рассказывают внукам своим, детки. А я Христа видел. Я Христа встречал. А как ты его встречал? Ну, расскажи, дедушка, как ты Христа встречал? А я, ну, я, может быть, просто вот шел сзади, ну, вот так вот шел. Я ничего не мог сделать. А, ну, хорошо. Друзья, а мы? Вот перенеситесь туда. По нашей жизни, по характеру, по нашим интересам, по нашим каким-то условиям, вот по всему, чем мы сегодня заняты в нашей суете. Но мы живем в последнее время. Друзья, мы тоже ждем Христа. Вопрос, как мы его ждем? Что мы делаем для этого? Как мы готовы встретить Христа? А написано, черь Иерусалима это царь твой. Друзья, вы когда-нибудь царя встречали? Вот когда-нибудь в вашем доме молодежь, братья и сестры, в вашем доме царь когда-нибудь был? Ну, может быть, какой-нибудь там высокопоставленный человек, может быть, какой-нибудь там мэр Горда или министр какой-нибудь. Был вот в вашем доме? В моем был. Я вам сейчас расскажу. У меня дома был президент Путин был. Не верите? Все улыбаются. Но я же не вру. Но он был во сне. Вот во сне мне сон приснился, что ко мне домой подъезжает Путин. Вот все как по-настоящему. Подъезжает кортедж, охрана, люди, все-все-все. Заходит в мой дом, не в чей-то, не к соседу, в мой дом заходит. И моя задача была его встретить. Друзья, ну а встретить, знаете, ну мы порой не умеем встречать гостей. Если умеем, это хорошо. Этот гость захочет еще раз к нам в гости прийти, если мы хорошо его встретим. А если нет? И вот я, я как сейчас вас не помню, я тоже в церкви делился этой мыслью, все поулыбались. Знаете, озерно-то есть в этом. А Христос, это не Путин. А царь царей, друзья, как мы его ждем? Как мы к этому готовимся? Что мы ему скажем? Как встретим? Куда посадим? Куда пригласим? А во сне, знаете, эта картина молниеносная. Он зашел в дом, на короткое время, я не помню, сел или стоял, спросил, что ты хочешь. Я ему задал всего лишь один, ну, думаю, глупый вопрос задал. Я потом, когда проснулся, думаю, Господи, ну, к чему этот сон? Ну, зачем я ему этот вопрос задал? Знаете, какой вопрос задал? Ну, это было несколько лет назад, у меня еще дети маленькие были, ну, вот. Я им задал какой-то вот, ну, несуразный вопрос. Владимир Владимирович, ну, почему многодетные так плохо живут? Он посмотрел на меня, развернулся и ушел. И все, и сон закончился, я проснулся. Думаю, ну, хоть помог что-нибудь многодетным там, да? Друзья, ну, так царя не встречают. Наверное, все с него что-то хотят поиметь, просят, там в чем-то какие-то свои пожелания, нужды, письма ему пишут. Кстати, я тоже им писал, ответил, ничего не помог. Друзья, это человеческое, это все земное. И вот Христос, он спускается или восходит в Русалин? Братья и сестры, Христос спускался в Русалим или восходил? И спускался, и восходил. Вот очень интересно, кто был в Израиле, я тоже был несколько раз. Действительно, гора Ильонская, но это очень близко. Ее разделяет только сегодня высовший поток и дрон. И вот небольшой спуск, потом подъем. Это не то, что вот такая вертикальная гора. Друзья, и вот люди. И, знаете, кто там был? Вот кто там был? Кто встречал Христа? Кто за ним шел? А на каком-то этапе, я думаю, люди стали рассеиваться. Вначале, может быть, какая-то побольше толпа людей, потом меньше, меньше. Потом, вот мы уже утром слышали, Христос куда пошел? В храм пошел. А в храм, я думаю, не все туда пошли. А может быть, кто-то кого-то пригласил. Это же происходит все не так запланированно. Так завтра будет какой-то пикет, демонстрация. Завтра вот Христос, люди, готовьтесь. Объявлений не было, интернета не было. Это было все стихийно. И кто-то просто по внушению, по побуждению сердца, люди оказались на этом месте. Друзья, но оказались не все. Друзья, мы там были или нет? А были ли там те люди, кого Христос исцелял? Кому Христос зрея не дал? Вот слепой, с детства. Помните эту историю? Слепорожденный. Христос подходит, делает брение, исцеляет его. Он начинает Бога славить. Люди, кто, что, как? Он говорит, не знаю. Ну тут фарисеи, тут вот люди, вопросы задают. А помните потом, чем дело закончилось? Когда его выгнали, его вот диагноз поставили. Во грехах ты весь родился, и во грехах ты весь умрешь. А потом Христос его находит и говорит, веруешь ли ты в Сына Божьего? А он видит, у него уже стопроцентное зрение. Он говорит, Господи, а кто он такой? И Христос говорит, это я, кто говорит с тобой. И тогда он сказал, Господи, я верю, верю. Я верю, что ты мой царь, ты Бог, ты Спаситель. Друзья, и вот я не знаю, были эти люди, вот был этот слепой, вот, в этом шествии. Был ли Лазарь? Ну, наверное, был. Был ли вот друзья, близкие, кому помог? Друзья, вообще, вот следование за Христом, оно к чему-то обязывает. Если ты просто руководствуешься интересами, то твое шествие за Христом, оно скоро закончится. Тебе будет неинтересно, ты будешь занят, ты найдешь другие занятия, у тебя не будет время, и даже в церковь люди приходят, не только и у нас, и у вас, наверное, во всех местах. Раз вот утром большое собрание, вечером поменьше, пятницу еще меньше. А что, а что народу-то мало? Я не в осуждение, братья, сестры, я такой же, ну, не такой же, мы люди такие же. Мы пару какую-нибудь причину найдем и скажем, Господи, ну, я не смог. И вот идти за Христом сложно, сложно, с постоянством, каждый день, Бога любить, верность проявлять, в служении пребывать, сложно идти за Христом, но нужно. Друзья, и знаете, это наше решение, это лично мое решение, насколько я готов идти за Христом. Вам расскажу один пример о своей жизни. Однажды у меня было день рождения, и я не знал, как бы вот в моей жизни бывают такие моменты, то друзей, то родственников пригласишь, ну, пришли, поели, ушли. Но я как-то очень часто в этом разочаровываюсь, думаю, ну что, пришли, поели, ушли, ну, хотя бы пожелание скажешь, ну, помолитесь, да. Наступил очередной день рождения, и вот как-то просто Бог на сердце положил. Я в Ватсапе, в статусе, ну, у кого есть, вот Ватсап, понимают, в статусе пишу. Благодарю Бога, что Бог еще один год продлил моей жизни, и нуждаюсь, кто не безразличен ко мне, хотя бы в этот день, помолитесь за меня. Ну, такая, знаете, немножечко эгоистичная мысль, ну, день рождения, помолитесь, ну, постоянно у кого-то день рождения, не все же просят, вот вы все молитесь за меня. Дальше приходит мысль, думаю, ну, кому я не безразличен, помолиться, может быть, пригласить на день рождения. Пишу в статусе, пишу в статусе. А знаете, у меня в телефоне, ну, вот телефон с собой, больше тысячи контактов, тысячу там, по тысячу сто примерно. Пишу в статусе. Приглашаю завтра на свое день рождения такого-то числа, во столько-то время, всех желающих. Опять несколько часов прошло, думаю, а кто же придет? Ну, кто придет ко мне на день рождения? И пишу третью фразу. А статус, кто знает, он сутки работает. Вот я написал вечером, ровно завтра вечером, он закончится, ну, высвечивается у всех, у кого есть мой контакт. Думаю, и пишу, кто же придет на мое день рождения? Наверное, тот, кому я не безразличен и кому я близок и дорог. В общем-то, написать просто. Потом прихожу к жене, и говорю, дорогая, завтра день рождения? Я знаю. Кого ты пригласил? Я говорю, пригласил всех. Она в смысле всех. Я говорю, ну, он написал статус, приходите все и с ударением только поставил помолиться за меня и вместе со мной порадоваться. Сколько человек ждать? Я говорю, я не знаю, сколько человек ждать. Ну, сколько человек придет? Я говорю, я не знаю, сколько человек придет. Но придут те, друзья, кому, ну, не то, что я не безразличен, какое-то там сочувствие, страдание там, знаете, какое-то вот, чтобы меня пожалеть. Нет. Но придут, кто меня любит, мои друзья, близкие, а может быть и не друзья. Друзья, у меня, знаете, я сам себя заинтриговал, кто же придет и сколько человек ждать. Жене я говорю, готовь по максимуму. А сколько тортов печь? Я говорю, я не знаю, по максимуму готовь. Ну, в общем, началась света, в общем, все это подготовка. Ну, вот, а я переживаю, думаю, ну, кто же придет, кто же придет? Наступает день, наступает час, стук в зверь, заходят люди. Заходят люди, которых я бы никогда не пригласил. Не потому, что они для меня чужие. Я с ними давно уже общался. А мне перед этим один человек пишет тоже сообщение по WhatsApp. Саша, ты сильно рискуешь? Я думаю, ну, действительно рискую. Ну, есть чем рисковать. Ну, придет сто человек. Что делать-то буду? Это же не какой-то там столовой, кафе там, но дома. Вот как сто человек рассадить? Вот. Ну, я помолился, думаю, Господи, ну, помоги в этой ситуации мне как-то вот, ну, не оплошать. Вот. Заходят одни, заходят другие. Заходят люди, с которыми я 10-15 лет назад с кем-то вместе работал, с кем-то вот какое-то дело делал, с церковью людей, с которыми, ну, раньше общались, потом, знаете, вот как-то вот жизнь пошла, женили, все-все, ну, и, в общем-то, чуть-чуть пути разошлись. Ну, раньше были очень добрые, близкие отношения. Одни, вторые с детьми, третьи, четвертые, пятые. Я смотрю, один стол поставили, потом второй стол поставили, третий стол поставили. Ну, вот. Думаю, кто еще придет? И люди, я вот говорю вам, тех, кого я не подразумевал, что они придут. В общем, пришло примерно 43 человека. Вот ровно столько, до 50 человек, моя кухня может принять людей, ну, вот, и рассадить можно. И, в общем-то, казалось бы, все ничего. Ну, практически через день или через два встречается ко мне, подходит человек и говорит, Саша, ну, как день рождения, все, я говорю, ну, слава Богу. И мне человек говорит, слушай, а что ж ты меня не пригласил, не позвонил? Ну, одна сестра в другой церкви, ну, мы раньше вот по детскому служению, она с детьми занимается, мы тоже. А вот, что ты меня не пригласил? Я говорю, в смысле не пригласил? Ну, был статус, вы видели? Видела. Ну, там же было написано, приходите все. Она говорит, слушай, да это дешевая провокация. Если ты бы хотел пригласить, ты бы позвал, ты бы мне позвонил, я бы пришла. Друзья, и знаете, я вот заметил такую мысль, а приглашал-то я всех. Не все пошли. Друзья, и вот в жизни за Христом, Христос в своей жизни ни одного человека не оттолкнул. И люди шли, а потом они куда-то девались, а потом кто-то не доходил, но приглашал Христос всех. И это слово, оно и сегодня звучит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные. Я успокую, я помогу, я не оставлю. Я в самую трудную минуту рядом буду. Люди, идите ко мне. И немного людей приходит сегодня в церковь, хотя, слава Богу, утром я вот смотрел, были люди, которые, наверное, не часто к вам приходят, и для них звучало слово, слава Богу. Друзья, и вот знаете, еще какая мысль хочу сказать, что восхождение на царство, оно всегда сопровождалось вот какими-то страданиями. Христос стал царем не тогда, когда на осленки поднимался, а когда он был распят на Колгофском кресте, и корона у него была. Помните, какая? Терновый венец. Вот он, царь. И даже Пилат написал себе, царь ваш. Друзья, вот это царство, оно всегда настоящее, правильное царство. На царство ставит Бог в первую очередь. Бывает, когда люди ставят, и людям царь сегодня нравится, завтра нет. Помните, однажды один человек сказал, буду царем. Помните, кто это сказал? Адония решил. Адония, царский сын. Отец уже старый, отец уже все, в немощи. И вот царский сын, он же имел право. Ну, морально имел. И потом решил, буду царем. Там сразу друзья, военачальники, все. Люди собрались, провозгласили, в трубу даже провозгласили. Это же верный признак, все, точно царь. Прошло короткое время, один, все разбежались. Потом, это не всех научило. Потом второй царский сын. Помните, кто? Потом Алисалом. Алисалом решил. Нет, я буду царем. И тоже решил стать царем. Но без Бога. Без благословения Отца, без Божьего благословения. Как печально это закончилось. И вот я пытаюсь себя найти. Вот мое следование в жизни за Христом, за царем. На каком-то пути мы останавливаемся, нам трудно бывает. Где-то нам по своим делам надо. Господи, ну ты царь, ты все хорошо. Ну у нас дел, вот знаешь, времени нет. И мы в сторону. Друзья, и моя мысль вот на этот праздник не то, что жалко Христа. Христос знал, что Он делал. Но Он был отверженным царем. Христос в тот момент был отверженным царем среди всех тех людей, которые Его отвергали. Это которые Его знали, которые шли за Ним. И даже ученики казалось бы, самые близкие люди. Вот распятие Христа и где все ученики? Помните Гессиманский сад? Помните такого надежного друга Петра? И лишь единица. На Голгофе осталась единица людей. У пророка Исаии написано такое слово «Вот отрок мой» 42 глава 1 стих «Которого я держу за руку и избранный мой которому благоволит душа моя». Друзья, вот посмотреть на нашего с вами царя. В жизни было много людей, в моей жизни было хороших людей, но они уходили из жизни, менялись обстоятельства. друзья, но вот я хочу засвидетельствовать сегодня вместе с вами, кто из вас в своей жизни хоть раз разочаровался в Иисусе Христе. Хоть раз. Вот как бы какой-то упрек Христу «Господи, да я же тебе не нужен, Господи, да тебе до меня дела нету, Господи, да вот у меня такие проблемы, а ты их решить не можешь». Друзья, наш царь это такая личность. Именно вот в этом Евангелии от Луки дальше написано «Христос посмотрел, заплакал, увидел Иерусалим, заплакал. Ему людей было, жалко люди. Жалко было не себя, что его люди распнут». В другом месте Иисус Христос говорит «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел я вас собрать, как птица, вот под крылья свои собрать, а вы не захотели». Но не захотели. А ведь завтра в вашу жизнь придут страдания, горе, смерть придет. Но без меня меня уже не будет. Друзья, и мы с вами счастливы люди, что в нашей жизни есть Царство Иисуса Христа. Хотя, знаете, убедить сегодня человека, чтобы человек в своей жизни подчинился Богу, полюбил нашего Царя Я вот смотрю, немножечко как бы такая вот тенденция идет очень сильно в нашем мире, не только в стране, в мире сегодня развивается мусульманская вера. И знаете, чем она берет? Люди готовы друг другу помогать, в жизни участвовать, но вот какая-то трудность переживания, раз, вот, и действительно, мы, христиане, не такие дружные, как они. Ну, не такие. Ну, почему? Ну, вот ты на дороге сломаешься, вот русский человек мимо проедет, не остановится. А он раз подъедет, что там, брат, как, чего? И вот, знаете, в мусульманство люди тянутся. Друзья, такое впечатление, что у нас Христос, вот он, ну, я не знаю, вот мы его настолько как-то недооцениваем. И нам порой человека привезти не просто в церковь, братья и сестры, я вам скажу, привезти человека в церковь, это не благовестие. Это нулевой результат. Это равносильно наше дело. Вот привели, сделали свою работу, как будто мы на это куча средств, сил и времени потратили. А там, хочешь верь, хочешь нет. Нет, гори синим пламенем. Друзья, благовестие – это человека с Богом познакомить. Это лично со Христом познакомить. Это действительно надо душу вложить в этого человека. Сколько тепла, внимания, любви. Но показать им Христа в своей жизни, друзья, это трудно. И мы порой на это не способны. А когда мы порой даже способны, не каждый человек откликнется, чтобы принять Христа. Я удивляюсь. хотел примеры один рассказать, но не буду, а то я из своей жизни очень часто рассказываю примеры, но он очень поучительный. Знаете, расскажу. В нашу церковь ходила одна сестра, пожилая сестра, армянка. Она жила прямо вот в пятистенном доме. В общем, много хозяев, один дом, но вот через стенку с моей бабушкой. Потом у моей бабушки собрания проходили, потом молитвенные часы проходили, но она так потихонечку, у нее муж умер, сын умер, второго сына посадили, и она одна осталась с внучкой. Стала ходить, уверовала крещение, приняла, стала членом церкви, ну и все хорошо. А потом бабушка умирает. Мы много помогали, и осталась внучка. Осталась внучка, ну это было, может быть, лет шесть назад, семь, даже восемь лет назад. Она ровесница была моим детям, моим дочерям. Ей было восемнадцать или девятнадцать лет, и осталась одна абсолютно. Отца убили, бабушка умерла, и мать пьяница, алкоголичка. Но она ходила очень часто с бабушкой на собрание, и потом, знаете, мы ей много помогали. Ну вот, от церкви, с братьями, с молодежью. И вот мне как-то жалко ее так стало. Я очень редко делаю такие шаги, и они очень серьезные. Я пришел домой как-то в один вечер, и говорю, жене собрал всех детей. Говорю, дети, давайте вот эту сиротку, девочку возьмем в свой дом. Мы ей выделим комнату. У нас большой дом, достаточно комнат. Выделим комнату, но одно условие. Она будет жить в нашем доме, если она согласится, будет жить в нашем доме на общих правах. Никто не имеет права ей сказать, да ты чужая, да ты не наша, а вот это вот мое, а вот это не трожь. Вот готовы вы принять чужого человека с мира? Ну, она ходила на собрании, ну, в общем-то, мирской человек. В общем, я их не заставлял, не уговаривал, но я удивляюсь, вот у меня жена очень хорошая. Она вот жена первая, я согласен. Я говорю, дети, а вы? Ну, в общем-то, все посмотрели друг на друга, и я, и я, и все согласились. Думаю, ну, хорошо. Теперь осталось решить с ней вопрос. Я же не знаю, захочет она или нет. Вот мы приезжаем с одним братом-служителем к ней, вот, и я говорю, Карина, так и так, вот я знаю, что в твоей жизни перспективы никакой. Просвета я не вижу в твоей жизни, тем более без Бога и одной. Тебе всего лишь 18 лет. Как ты будешь жить? На что ты будешь жить? А у нее уже 18 лет, ну, вот уже чисто, ну, как бы без деталей здоровье стало плохое, ей нужно было очень серьезную медицинскую помощь оказывать, все-все. Но она познакомилась с одним молодым человеком. И вот он ей обещает золотые горы, а я ей предлагаю усыновление. Приходи к нам в дом. Есть только одно но. Одно но. Я говорю, Карина, мы тебе дадим комнатку, хорошую комнатку, у тебя будет хорошая кроватка. Ну, 18 лет, это, знаете, не ребенок, которому там 10 лет, ему хорошая кроватка. Я говорю, ты будешь на общих правах в моей семье, но, есть одно но, ты должна жить правилами нашей семьи и посещать церковь и верить в Бога, как и мы. Я заставить не могу, это твое должно быть просто начальное желание. Конечно, если мы тебя возьмем и через год ты скажешь, я не хочу в церковь, мы же тебя не выгоним. Но тем не менее, я бы очень хотел, чтобы ты была такая же, как и мы. Чтобы ты дружила с моими дочерьми, чтобы вместе общались, учились, все-все. Друзья, как вы думаете, стала она членом нашей семьи или нет? Я дал время подумать, прошло небольшое время, через неделю я к ней приезжаю, река Арина, но что-то решила. Она твердо решила и сказала нет. И она ушла к этому молодому человеку, который старше был ее на 15 лет. Чуть-чуть с ним пожила, потом у нее болезнь, и он ее выгнал, и она оказалась у разбитого корыта. Друзья, а я удивляюсь, сегодня Христос зовет людей к себе, люди. Может быть, слабенький пример. Ну, я, как, может быть, какой-то ничтожный благодетель, позвал человека, и то рисковал многим. Думал, потяну, не потяну, смогу я любить чужого человека, как своих детей. Но свои что-то не так сделали, я, как отец, имею право наказать. Этого не накажешь. Друзья, но не Христос. Христос, зная наш характер, зная каждого лично из нас, кто мы, из чего мы сделаны, и что мы собой представляем, мне Христос никогда в жизни не сказал, я тебя не люблю, ты мне не нужен. Скажите, у вас было такое? А этот царь наш, это грядущий во имя Господня, это тот, которого мы сегодня ждем, которого мы молимся, верим. И мы желаем, чтобы наши дети вместе с нами в вечность не потерялись где-то по дороге, по этой, по пыльной дороге, не убегали вперед, не отставали сзади. Я последний пример приведу и закончу, мы помолимся. Друзья, Христос приготовил для нас вечность. И поверьте, Христос приготовил то, что никто из нас, как самый лучший отец или мать своим детям дать не смогли и не сможем. Это истина. Христос позаботился и позаботится больше, чем мы люди. Друзья, и вот удивительно, знаете, когда по-человечески смотришь, вот сегодня жизнь современная, она очень много предлагает, много люди обещают. Но вот есть один факт такой. Страна самая, одна из самых богатых, в которой многие-многие люди мечтали бы жить. Вот где бы вы мечтали жить сегодня на земном шаре? Ну, можно погромче. В России, да? Ну, это теоретически в России. А материально или в подсознании сегодня очень многие мечтают жить в Арабских Эмиратах. Там есть все. И знаете, я вот недавно эту информацию услышал, что до 66-го года в Арабских Эмиратах жили только одни бедуины, пустыни, в общем, там никакого интереса, красоты эта страна не представляла. А потом случайно нефть нашли, нефть нашли. Стали качать, все-все, и страна преобразилась. Знаете, как? Друзья, на сегодняшний день уровень жизни в этой стране, когда рождается ребенок в семье, им и дают безвозмездно 60 тысяч долларов. Когда ребенок идет в школу, его учат самые лучшие педагоги и учителя. Самые лучшие школы. Когда человек подрастает и выбирает профессию, он за счет государства имеет право поехать в любую страну от Японии до Швейцарии, чтобы получить самое хорошее образование. За это бесплатно, но страна платит. Потом, когда человек определяется и делает выбор в своей жизни, решил человек жениться. И ему государство дает уже не 60, а 120 тысяч долларов. Вот на старт помочь человеку чуть-чуть. Вы не хотите там жить? Вы говорите, в России лучше всего. Да где вы в России такое видали? А потом, это тоже не все. Человек женился, ему денег дали, а жить негде. Бесплатно вам дадут хороший, большой участок земли. А потом, если у вас денег нету, государство вам даст любую сумму под самый минимальный процент, но когда у вас родится третий ребенок, любая сумма аннулируется с третьим ребенком. А потом, когда наступает старость, то в старости государство оплачивает каждому пенсионеру, нуждающемуся в сиделке, за вами будет ухаживать самая хорошая сиделка. И это тоже не все. Когда человек умирает, то после смерти его родные получают очень хорошую пенсию после смерти. Но чтобы всего этого не лишиться, как мы с вами, нужно быть гражданином этой страны, что на сегодняшний день очень сложно. Друзья, это земное, материальное, у нас с вами, поверьте, есть намного больше. Кто, как не Христос? Друзья, он нам даст большее, нематериальное. Мы даже не представляем, но это Царь наш, это Бог наш, это Тот, Который из-за каждого из нас отдал свою жизнь и не пожалел. Давайте ему помолимся. Аминь. Аминь.